Я действительно могу рассказать о своем детстве, о детстве моего поколения. Я родился в 1951 году, в 1958 году я пошел в школу, которую закончил в 1968 году. То есть мое детство и отрочество – это конец 50-х и начало 60-х годов. Людям, которые не жили тогда, очень трудно представить атмосферу того времени. Это была очень оптимистическая атмосфера. Недавно закончилась война. В 1965 году всего лишь 20 лет прошло окончание войны. И людям, которые пришли с войны, им было где-то 45-50 лет, это были молодые люди. И вот мое поколение, послевоенное, мы знали, что мы дети победителей. Это было очень важно. Я не могу сказать, что мы об этом постоянно думали, но это был фон. Мы знали, что мы дети победителей. Я знал, что мой отец расписался на Рейхстаге. Я знал, что он окончил войну заместителем командира дивизии по дальней авиации, по технической части. Я видел его друзей с орденами, медалями. И это было не то, что примет, мы этим гордимся. Это так и должно быть. Это наши отцы, и они победили самого страшного врага. Вторая вещь, которую мы знали, что наша страна – это защитник слабых во всем мире. И пусть эти слабые еще не очень, они очень развились, но они слабые. И мы готовы их защитить против сильных, против тех, у кого в руках власть, деньги. И это было очень важно – защитить слабого. Наконец, третья вещь, очень важная фоновая вещь – это абсолютная уверенность в завтрашнем дне. То, что постепенно уходило, и то, что исчезло в 90-е годы. И вообще 90-е – это зеркальная картинка того, что сейчас вы сказали. Совершенно верно, зеркальная. Ну и в общем-то в нулевые годы 21 века ситуация не очень изменилась. Так вот, это было ощущение, это пафосно прозвучит, но действительно это было ощущение повседневного счастья и уверенности. Жизнь была наполнена, ну скажем, когда я учился в пятом-шестом классах, уже это не первые классы. Жизнь была наполнена несколькими вещами. Во-первых, книги. Все читали книги. Я помню, что книгу Гербер Туэллса «Человек-невидимка» мне дал заядлый двоечник-фторогонник, а я ему дал за это почитать «Рани старшего борьба за огонь». Книги читали все. Кроме книг, безусловно, спорт и шахматы. Шахматы – это была часть повседневной жизни. Я помню, было очень дождливое лето 1962 года, и на улицу не выйдешь, а я жил в городке, где был пятиэтажный дом, трехэтажный, четырехэтажный, двухэтажный. Ну вот, поиграешь в шахматы в одном подъезде, перебегаешь в другой, потому что там играешь с другими. Шахматы – это была постоянная вещь. Скажем, в классе, в котором я учился, у нас было почти 40 человек, но в шахматы не умели играть, только два человека, два мальчика, остальные все умели играть. Собственно, шахматы были настолько популярны, что в газете «Известия» печатались в спортивном разделе шахматные партии, матч «Таль», «Ботвинник», потом матч «Реванш», мы это все разыгрывали. Вот это была очень важная часть жизни и масса всяких увлечений.